Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 ноября. Память святого мученика Парамона. Царство нечестивого царя Декия. Был на востоке князь Аквелин, сильно преследовавший христиан. Однажды собрал он в темницу христиан числом 370 и, отправляясь в Алсаитийские теплые воды, приказал вести с собой и мучеников. Намереваясь, проходя мимо идольского храма Посейдона, он хотел принудить их к принесению идольческой жертвы. Достигнув капища, он долго принуждал святых принести жертву идолу в живого Бога Посейдона, но не мог склонить их ни лаской, ни угрозами. В это время случилось проходить мимо одному благочестивому мужу по имени Парамону по вере христианину. Увидав такое множество святых мучеников, осужденных на смерть, он встал перед капищем идола и громким голосом воскликнул. «О, как много праведников нечестивый князь убивает невинно за то, что они не кланяются бездушным и мертвым идолам!» Сказав это во всеуслышание, он пошел своей дорогой. Князь же, услыхав те слова Парамона, возгорелся яростью и тотчас приказал своим слугам догнать его и убить. Нечестивые же слуги нечестившего князя догнали блаженного Парамона, который не знал этого распоряжения и шел своей дорогой, и взяли его. Сначала они извлекли изо рта его язык, который обличил и укорил мучителя, и искололи его, затем изранили все члены его и, наконец, пронзили тело копьями. Так святой мученик Парамон предал свою благочестивую душу в руки Божии. В тот же час и святые вышеуказанные мученики числом 370 были убиты мечами перед капищем Посейдона за веру Христову. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова